Итак, Сергей Петрович Боткин, его знаменитая фраза серьезного изучения практической медицины, имеющей высокую цель облегчать страдания ближнего, дает право не только на имя честных граждан, но и на искреннюю любовь со стороны общества, которого мы служим. Итак, Сергей Петрович Боткин, который в ряду еще двух выдающихся русских терапевтов Захарина и Остроумова, практически является создателем той огромной школы русской терапии, которая в XIX век, первую половину XX века составили всю великую славу терапевтической науки во всем мире. Говорить о Сергее Петровиче Боткина даже вот в его таком образе можно было бы очень много часов, поэтому я в своем коротком таком представлении о Сергее Петровиче Боткина ограничусь только теми его главными особенностями, которыми он обладал, этот великий терапевт. Итак, Сергей Петрович Боткин родился в купеческой семье, занимавшись торговлем чаем. Он в детстве хотел быть математиком, но к моменту поступления в университет вышло целое постановление императора Николая, которое разрешало свободный доступ только в медицинский факультет. Так что благодаря Николаю мир получил великого Боткина. Не знаю, был ли он великим математиком, наверное, тоже был, но выдающимся врачом и учителем многих поколений он стал. Боткин родился в совсем необычной семье, в семье было 25 детей, Сергей был 11-м ребенком от второго брака отца. Но если посмотреть вот это даже короткое генеалогическое дерево Боткиных, то кого здесь только не было. И коллекционеры, и литераторы, и художники, и морские офицеры, и дипломаты, и врачи. Ну а сестры Боткина, это была знаменитая семья Фета. Ну вот сестра Боткина была женой Фета. Ну он получил, конечно, совершенно необыкновенное образование, преимущественно за рубежом. Посмотрите, он работал практически у всех в то время великих разноплановых врачей и ученых. Он учился у патологоанатома, он работал в лабораториях, он был в клинике знаменитого терапевта Трауба, Трауба, невролога Ромберга, у физиолога, у клинициста, в экспериментальной работе в лаборатории физиолога Бернара и в различных клиниках он получил действительно огромное общемедицинское образование. Вы знаете, в своем письме врачу Белоголову Боткин отмечает, «Когда же, наконец, придет время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не сорока часов? Ведь если бы еще страдал деньголюбием, честолюбием, словоблюбием, клянусь честью, что плюю на все, что могут успокоить припадки этих человеческих болезней, тружусь, как последний паденщик. Лето все укнуло в составлении рефератов, в подготовке к лекциях, да в приемах больных. Что прикажешь делать?» Да, невероятный труд, невероятная школа позволила Боткину стать тем Боткиным, слава которым известна по сей день. Посмотрите, только один из распорядка дня, банального дня, Сергей Петрович Боткин пришел, он в клинику в 10 утра, с 11 начинались химические и микроскопические исследования, осуществляемые студентами, молодыми докторами, а также научно-исследовательская работа со старшинекурсниками. С 13 часов он читал лекции студентов, после лекции следовал обход и осмотр амбулаторных больных. С 5 до 7 вечера вечерний обход в клинике, а с 7 до 21 часа лекции для доцентов, на которые допускали все желающие. Приходил Боткин домой поздно вечером, ужинал и занимался подготовкой к следующему дню. А вот после всего этого он уделял время уже свободное, что называется, для души, игре на виолончели, любимому ему делу. Огромный труд огромного человека. Первый камень славы Боткина как тонкого диагноза был заложен в 1862 году, после его прижизненного диагноза тромбоза воротной вены. Никто не мог поверить в это. Больной прожил несколько дней, но затем на секции все было подтверждено. Много времени Боткин уделял желчнокаменной болезни, может быть, потому что он ею страдал. Ну а главное, что все-таки он указал на те абсолютные представления о желчнокаменной болезни, которые утвердились уже и сегодня. Он уделял огромное место в инфекционной теории происхождения камней. Он подчеркивал клиническое разнообразие этого заболевания. И он считал, что если врач или ученые не обнаружат извергнутый камень, то диагноз пока еще остается гипотезой. В работе о рефлекторных явлениях в сосудах кожи и рефлекторном поте Боткин проводит ряд интересных клинических наблюдений, и в одном из которых он демонстрирует, что при прохождении камня через желчные протоки верхние и нижние конечности холодеют, кожа груди становится горячей, а температура в подмышлении в Пандине повышается до 40 градусов. Ну, наверное, речь он вел о холонгите. Еще через несколько лет Боткин выступил инициатором создания эпидемиологического общества, целью которого была борьба в те годы с распространенными эпидемиологическими инфекционными заболеваниями. Он изучал чуму, холеру, тиф, натуральную оспу, дифтерию, скарлатину. Наблюдая заболевания печени, протекающей с высокой температурой, Боткин впервые написал болезнь, которую до него считали желчокишечным катаром с механической задержкой желчи. Заболевание это проявлялось не только желтухой, но и увеличением серединки, иногда заболеванием почек. Боткин, как болезнь, как указывал Сергей Петрович Тярица, несколько недель, а в дальнейшем может привести к тяжелейшему осложнению цирроза печени. Отыскивая причину болезни, Боткин пришел к выводу, что источником заражения служат загрязненные пищевые продукты. Этот вид катаральной желтухи он внес к инфекционным болезням, что и было впоследствии полностью подтверждено, и вошло, и вышло в литературу, как знаменитая болезнь Боткина, либо вирусный гепатит А. Это был чрезвычайно сторонний человек, он был огромным общественным деятелем, помимо врачевания. Он был председателем общества русских врачей, которым руководил до смерти своей. Одновременно он являлся членом главного управления общества попечения раненых, гласным Петербургской думы и заместителем председателем комиссии общественного здравия Санкт-Петербурга. Известность и врачебный талант сыграли свое дело, и Боткин стал первым в истории русским лейб-медиком императорской фамилии. Боткин способствовал организации первых санитарных подразделений. С первых лет существования Александровской барачной больницы, неизвестной клинической больницей имени Боткина, он становится ее попечителем в врачебной части. Ну и во многом усилием Боткина была создана первая санитарная карета как прообраз в скорой помощи. Считается, что единственный неверный диагноз Боткин поставил себе самому. Думаю, что страдает от печеночной колики, а действительно он умер от болезни сердца. Надо сказать, что первым человеком, первым врачом, который поставил диагноз Боткину, был Чехов. Чехов писал, у него повторился приступ грудой жабы. Через несколько дней началось сильнейшее удушье, а с ним тоска, страх смерти, обрывочные мысли о детях, о незаконченных работах. Воздуху все меньше, и груды, боли все нестерпимее. Стало давать лопатку, тянуть ногу, нестерпимо заболела рука. Самое трудное – отсутствие дыхания. Темнело в глазах, выступал пот, казалось, приближается смерть. Сергей Петрович Боткин старался уверить себя и других, что его заболевания – просто печеночные колики. Зная, что Боткин болен и ссылается на печеночную колику, Чехов писал одному из друзей. Ведь это его единственная зацепка, и если у него самостоятельная болезнь сердца, то ведь он пропал. Ну и еще одна известнейшая фраза, которая принадлежит Сергею Петровичу Боткину, умирая в 57 лет, заядлый курильщик. Боткин сказал, если бы я не курил, то брошил бы еще 10-15 лет. Боткин скончался 24 декабря 1889 года на 57-м году жизни в 12.30 на французском курорте Ментоне, в 30 километрах от Ниццы. Похоронили Боткина в Москве на Новодевичьем кладбище. В тот момент в Москве шел съезд русских врачей, работу которую прервали. Гроб с телом Боткины несли на руках на протяжении четырех верст. Иван Петрович Павлов, который был очень близко знаком Боткина, писал следующее. Покойный Сергей Петрович Боткин был лучшим олицетворением законного и плодотворного союза медицины и физиологии. Тех двух родов человеческой деятельности, которые на наших глазах возлегают здания науке о человеческом организме и сулят в будущем обеспечить человеку его лучшее счастье, здоровье и жизнь. На моих глазах десятки лет его ученики направлялись им в лабораторию. И эта высокая оценка экспериментом клинициста составляет, по моему убеждению, не меньшие заслуги Сергея Петровича, чем его клиническая, известная всей России деятельность. Вот такая история о великом русском враче, о великом терапевте, о огромном учителе, воспитавших целую плеяду русских совершенно невыкновенных, незаврядных врачей, о общественном деятеле, о человеке, который принес в медицину абсолютно новые вещи, которых ранее не было. И эпидемиологическая служба, и санитарная служба, и многие болезни он впервые описал и вошел в историю, как совершенно замечательный врач, профессор, педагог, общественный деятель и патриот страны.